Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Мы продолжаем с Семеном работать по мягкому звуку. Сейчас вы посмотрите фрагмент занятия. Как ты произносил в конце? Мягко. Да, я скажи произносил? Я произносила звук р. Мягко. Мягко. Хорошо. А сейчас будем произносить все вот эти. Посмотри сюда. Теперь я убираю. И давай произносим так. Сюда смотри. Ре. 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 Хорошо. И еще раз быстрее. Ре. 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 Хорошо. Достаточно. Так, а теперь быстренько за мной произноси слова. Ре. 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 на двери. Фонары на двери. На двери фонари. На двери фонары. Хорошо. А теперь посмотри сюда. Сюда посмотри. Это что у нас? Гиря. Гиря. Зачем гиря нужна? Вот что делает вот этот мальчик? Зарядка. Зарядку он делает. Зарядку делает. Он может заниматься чем? Гирей. То есть он может поднимать гирю. Гиря нужна, чтобы заниматься, развивать мышцы. Мышцы. Мышь. Мышцы. Люди поднимают гирю, и у них вот здесь развиваются руки. Для этого нужна гиря. Так, хорошо. А это что на улице? Вот здесь что на улице? Буря. Буря? А когда буря бывает? Что там? Буря. Как ты определил, что это буря? М? Что там? Поднялся? Сильный? Поднялся. Сильный. Сильный что? Гром. Нет. Гром в небе гремель. А тут поднялся... Вот смотри, как деревья. Как они наклонились. Почему они наклонились? Потому что что там? Сильный? Ветер. Вот. Сильный ветер. Смотри, где деревья все. Все несет. Посмотри, кругом. Надвигается буря. А потом может быть гром, гроза. Понятно? И потом пойдет что? Дождь. Дождь. А это кто у нас? Девочка? Девочка. Девочка. Она какая у нас? Грязная. Грязная. А как ее можно назвать, раз она грязная? Кто она? Неряха. Неряха. Вот. Нужно что делать по утрам? Умываться? Умываться. Вот. И тогда человек будет аккуратный и чистый, да? А ты умываешься? Да. Ты не хочешь таким быть, неряхать? Угу. Ну ладно. Молодец. Ну вот вы посмотрели фрагмент занятия. Сначала мы с Семеном произносили слоги. Слоги нужно брать практически на каждом занятии. Потому что ребенок закрепляет положение из занятий в занятие знакомые слоги, что дает возможность правильно произносить впоследствии слова. Затем мы взяли слова на слог ри. Такие слова. Двери, звери, шарик, парит. Ну и другие. И взяли небольшой честный фонарь. И затем я взяла на этом же занятии работу по картинкам. Вообще для чего нужна работа по картинкам. Мы формируем мышление у ребенка, умение рассуждать. Также формируем активный и пассивный словарь ребенка. Вот там была картинка такая на клоненной деревне. Что это такое? Ну, ребенок сначала не мог сообразить. Потом все-таки мы, задавая вопросы с ним, дошли до того, что все-таки это ветер. То есть уметь формировать связь между картинкой, что происходит на картинке. И дошли до того, что ветер качает деревья. Потом возможна гроза, дождь. То есть учим ребенка размышлять. Следующая картинка была неряха. Ну, тут вот формируем такой воспитательный момент, чтобы ребенок мог следить за своим внешним видом. То есть на картинке грязная девочка. И чтобы у ребенка сформировалась положительная эмоция, чтобы он всегда был чистый. Для этого он должен следить за собой. Ну, на этом до свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok